Здравствуйте! В эфире хорошие новости. И да, вам не показалось, мы снова отправились в путешествие. Мы находимся в городе Суздаль. Вы не ослышались, это действительно так. Конечно же, у вас возникает вопрос, с чего это мы вдруг решили отправиться в Суздаль? Дело в том, что совершенно случайно в интернете мы с Кириллом нашли так называемую инструкцию по Суздалю. Точнее, 10 дел, которые просто необходимо сделать, приехав сюда. И нам стало интересно, а соответствует ли она действительности? Ведь наверняка вы тоже с таким всегда сталкивались. Смотришь какие-то путешествия, красота, приезжаешь, а там печаль и разруха. Итак, что нам говорит путеводитель? Какие 10 вещей нужно сделать в Суздале? В трех часах езды от Москвы живет себе городок, о котором вроде бы слышали, ну и слышали, что там хорошо, но от чего мало кто там бывал. Зато интуристы, как водится, давно там отметились. Тем не менее, основанный в 11 веке город полусотни церквей и соборов удивительным образом не превратился в город Лубок. Сюда хочется приезжать каждые выходные, а еще лучше купить домик с садом и построить баню. Конец цитаты. Ну, покупать недвижимость мы, конечно, не стали. Для начала мы решили сюда просто приехать. Субтитры создавал DimaTorzok Километров за 30 до конца пути нас подсчитал сюрприз. Огромные, разнообразные, видимые, невидимые. Ямы на дорогах. Первая остановка вынужденная. Пункт номер один. Не доезжая несколько километров до Суздаля, заметить у дороги небольшой рынок, купить у бабушек или у дедушек пару дубовых и пару липовых веников. Они нам еще пригодятся. Каждый веник, у него свой запах, свой... Карельщики говорят не больше 50 градусов над теплой водой. Ну что, какое берем? Тогда липу? А мне иду. Помощные. Они считаются в этом году, да? Типа новые? Конечно. А как новые? Вот бабки берут, они говорят, что помогают все. И вот, липу. Самый главный, что это делать. Спасибо. Воспользуюсь. Попробуйте, приедете, будете. Ну что теперь делать? Так. Пункт номер два. Увидев впереди купола Зуздамских церквей и колоколин, остановить машину. Ну, эту часть мы уже выполнили. Будете подышать чистым воздухом? Вышли мы с Кириллом подышать и почувствовали себя в декорациях русской народной сказки. В Суздале нет ни одной фабрики и ни одного завода. К тому же тут запрещено строить дома выше трех этажей. Весь город просматривается насквозь, так же, как и много веков назад. Только асфальтированные дороги современные машины нарушают иллюзию, что мы перенеслись в прошлое на машине времени. Суздаль Это город-заповедник, расположенный на севере Владимирской области. На Древней Руси он назывался Суздаль. По одной из наиболее распространенных версий название города произошло от глагола «созидать». Первые упоминания датируются 999 годом, а вот расцвет Суздаля пришелся на XII век. В 1125 году Юрий Долгорукий перенес столицу своего княжества из Ростова Великого в Суздаль. Через 30 лет его сын Андрей Боголюбский перенес столицу во Владимир. Во время нашествия татаро-монгол Суздаль был разорен, и с тех пор его слава стала угасать. В XVIII веке это был всего лишь уездный город Владимирской губернии. Промышленная революция прошла город стороной, как и линии железной дороги. Так и жил бы себе спокойно маленький городок с большим количеством церквей. Пока в 1967 году руководство СССР не решило превратить город в музей. Памятники истории были реставрированы, город благоустроили и превратили в главный объект Золотого кольца. На гербе Суздаль изображен сокол с княжеской короной на голове. Дело в том, что сокол был родовым знаком суздальских князей. Он встречается на монетах, отчеканенных во времена, когда город был столицей северо-восточной Руси. Долго ли, коротко ли? Тьфу ты! Правда, как в сказке заговорила. В общем, шли мы с Кирюшенькой, хоть и коротко, но долго. И есть нам захотелось просто жить. А вокруг, сами понимаете, поле, зима и красота. А ею, как известно, сыт не будешь. Кирилл, ты съел? Хочу, конечно. Очень смешно. Ну, очень смешно. Ну, что ты приходишь и спать, например? Добравшись до Сузоля, наешьтесь по вкусу в другом трактире, чтобы сильно браться в ней дальнейшем. На этом все сообщения заканчиваются, потому что мы туда. Побежали? Я хочу, чтобы вы не стояли. Ну, тогда побежали. 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 И бежали мы семь дней и ночей. Да нет, бежали мы метров триста. И то ради забавы. А вообще пропустить это место на дороге довольно просто, хотя многие гости города Суздаль рекомендуют его в качестве старта. И дело вовсе не в сытном и вкусном обеде, а в том шикарном панорамном виде, который разливается перед вашими очами. Однако, когда ты любовался этим пейзажем уже часа два, хочется именно сытного и вкусного обеда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Кирилл, что так объелся, вообще двигаться не могу. Да, я тоже. Ты знаешь, мне кажется все-таки Бог с этими домиками в деревушке, уютно от нас атмосферой, двумя спальнями. Ведь ты о чем? Ну как о чем? У нас пункт номер четыре, смотри. Заселиться в номер гостиницы, причем если гостиница, то выбирай номер Келлио. А если хочешь частный домик, то бери избу, конец общения. Изба, это хорошо. Что ж ты раньше молчал? Пошли. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты посмотри вниз-то, посмотри, что нас ждет. Да лапти, да лапти, да лапти мои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пошли. Ого. Ух ты. Ух ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это мое. Ну, давай посмотрим, что... Ну, что надо. А я пойду свои апартаменты посмотрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорош, тепло... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Побывать! Чувыш, о чем нет? Мы сняли в горячих куличах на несколько часов домик-баню с парилкой, с дубовой бочкой, с ледяной водой и комнатой отдыха. Домики находятся на берегу искусственных прудов, где ребята, которые здесь попарятся, могут нырнуть в прорубь прямо там же. КОНЕЦ 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 У меня нет слов. Не хочу ругаться матом. Но это было опупенно. КОНЕЦ Банька по черному это что-то. Однако дальше нас ожидали еще более невероятные приключения. Но об этом мы расскажем в следующем выпуске. Смотрите ровно через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok